Это абсолютно нормально, что ты твое тело изучаешь, в общем, хочешь изучать и исследовать. Красочные картинки и занимательные рассказы о том, как правильно обращаться со своим телом. Такие учебники выдают школьникам в европейских странах. Уроки сексуального воспитания там практикуют уже давно. В российской учебной программе пока такого нет, но разговоры о введении отдельного предмета, разъясняющего особенности физиологии и нюансы взаимоотношений полов, возникают регулярно. От детей ты сейчас не скроешь и не надо. Тем более дети получают информацию из источников, общедоступных, из интернета, из телевизора. От друзей получают информацию. Лучше, наверное, если с информацией их познакомят профессионалы, воспитатели, педагоги, психологи, может быть, медики. То есть те люди, которые не просто об этом знают точно, но и те люди, которые могут доступно донести до наших детей. Я была бы, скорее всего, против. И здесь больше вопросов родителям. Нужно налаживать с ребенком доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся подойти к тебе с подобными вопросами, не стеснялся их задавать. Мнения родителей разделились. У экспертов на этот счет тоже разная позиция. К примеру, преподаватель этики и эстетики Алтайского госуниверситета считает, что уроки, где обсуждают интимные моменты, не просвещение, а развращение детей. Подростки все равно сексом занимаются. Давайте их научим заниматься безопасно. Научим их использовать предохраняющие средства. Научим, как делать, чтобы не заразиться и так далее. Это как наркоманам предлагают одноразовые шприцы. Однако психологи утверждают, что польза от такого просвещения есть. Аргумент следующий. В западных странах благодаря введению сексуального воспитания сократилось количество подростковой беременности и заболеваний ВИЧ-инфекцией. Само такое название секс-образование, оно может пониматься по-разному. И поэтому здорово разъяснять родителям, может быть, проводить встречи и с родителями, потому что не все родители могут грамотно ответить на вопросы своего ребенка. Должен заниматься специалист, который знает и особенности детской психологии и педагогики, и знает очень хорошо сексологию. То есть это должен быть такой психолог-сексолог. Но таких специалистов, признают местные эксперты, у нас не найти и со свечкой. А между тем, необходимость уроков сексуального воспитания, как предохранение от нежелательных последствий, признает даже церковь. В нынешней действительности без этого просто нельзя. Хорошо бы было бы, если родители с самого начала воспитания своих детей говорили об этом дома. Но беда в том, что наша какая-то ментальность, несобранность, либо, к сожалению, бывает и безразличие, приводит вот к этим шагам, что нужно уже в школах об этом говорить. В Центральной России сейчас изучают мнение общественности по поводу полового воспитания школьников. Проводят опросы, в которых выясняют, с какого возраста и о чем конкретно нужно рассказывать современным детям. Про то, о чем прежде было принято молчать. Станет ли эксперимент отдельной школьной дисциплиной, пока вопрос открытый. Федеральные сексологи говорят о том, что чем дальше люди от крупных городов, тем они консервативнее. В мегаполисах же тема секса уже давно не табу даже для детей. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.